Когда он призывал нас к отчетности, он говорил о том, что не забывайте, пожалуйста, что за каждым большим или маленьким делом стоит человек. То есть, если мы отчитываемся, то в отчетах не должно быть формальности. Надо всегда помнить, что за каждым делом стоит человек, во имя которого, ну и может быть я уже в группу сейчас говорю, для которого мы работаем. Первый заместитель главы города Людмила Мурашова цитирует мэра Сергея Сергеева. О том, что сделано, рассказал глава Первомайского сельского округа Николай Ласько. Минувший год прошел под знаком масштабной реконструкции инженерных сетей. Построили газопровод в хутор Вестник, заменили водопровод в Юровке и хуторе Чико, отремонтировали скважину в хуторе Иванов. Вообще наше село, конечно, преображается. Поставили банкомат, ночное уличное освещение, отремонтированы дороги. Ну, наверное, где-то на четверку, наверное, все-таки работа, да? То есть, что-то можно было бы сделать больше, ну, то есть, как бы мы же тут не решаем средства, какие выделяются, все-таки выделяются. Вот, ну, как бы работа такая на четверку проведена. Ну, прошедший год, знаю, что в Пеленковке отремонтирована была дорога от кладбища и до конца села. Вот эта вот была работа проведена. Ну, а так особо хотелось, конечно, лучшего. Появились линии электропередач к новым районам. Энергетики установили три подстанции. Во всех домах культуры заменили проводку, расчистили русло реки, по просьбе местных жителей установили банкомат. Депутат Госдумы Иван Демченко приобрел автомобиль для местной больницы. Все было замечательно. Ну, не знаю, нам оказывают поддержку Сергей Павлович Сергеев, нам оказывают поддержку наша администрация, депутаты, казачество. Мы все вместе расчищали территорию парковой зоны. Парк поставлен на баланс, кстати, что тоже немаловажно. Добивались мы этого, ну, долгих три года. У меня кабинет, например, не закрывается вообще, никогда его не закрываю, ни на замок, ни на ключ, и двери открыты. Все в любой день, когда есть, люди заходят, спрашивают, предлагают. Совет общественности активный у нас. Тосовцы очень сильные, тоже они не упустят своего и напомнят, что нужно делать. Поэтому связь с общественностью нормально налажен. На сходе жители подняли вопрос вывоза земли после очистки русла реки. Изначально рассчитывали, что ее разберут на огороды. Попросили улучшить расписание движения школьного автобуса, а также найти место для занятий спортом. Раньше тренажеры стояли в школе, но теперь это запрещает закон. Здесь надо искать новые варианты. Вот я хочу обратиться к руководителю ДК, что мы не можем два-три раза в неделю дать своей площади. Ну, я не знаю, я думаю, надо встречаться с авторами записки. По словам хуторяны Станичников, нужно больше тротуаров, кое-где снести аварийные деревья и отремонтировать стадионы. В местной администрации о планах на текущий год говорят с осторожностью. Вместе с тем, в этом году на ремонт дорог в Первомайском сельском округе в бюджете предусмотрено 7 миллионов рублей. На них заасфальтируют две улицы в хуторе Чайкон и еще одну в Большом Разноколе.